Где находится первый КВД в нашей стране? Ну, точнее говоря, находился. Где находится, точнее говоря, находилось первое исправительное заведение для проституток в нашей стране? Оно располагалось вот на том берегу реки Фонтанки. Мы сейчас находимся на площади Тургенева. Называлось оно по имени Моста, который находится точно так же у меня за спиной. А мост, в свою очередь, по имени Деревни, которая когда-то была на этом месте. На Петровской Руси отрада жила в высоком тюрьму, доступ в который был крайне затруднен. Отрада не могла появляться одна на улице. Да и куда ей было идти, на какие светские вечера, на какие балы и спектакли. Месить грязь с улиц, которые с такой любовью выписывал на своих картинах о пленарии Воснецов. Могли лишь представители мужской половины человечества. Кстати, всегда рекомендую посетить музей этого художника в Москве. Бояры не обязаны были передвигаться с эскортом, а молодым девушкам вне дома вообще делать нечего. Понятно, что все правила имеют свои исключения. Патриархальный быт старозаветной Москвы сводил возможность развития проституции к нулю. Поскольку женщина была немобильна. Этому было несколько причин. Ну, во-первых, следует учесть ее ценность как товара во время набегов. Почему отраду держали за семью замками? Набеги прошли, как мы знаем, тенденция осталась. Во-вторых, женщина, в принципе, была существом внутреннего быта. Подневольная подруга сначала отца, затем мужа, задачей которого было производить потомство. И следить за домом. Задачу которой я имею в виду, конечно же. Целеустремленность и независимость являлись для нее чем-то сродни ананасу. Может и есть где такой плод, но отведать его можно только во сне. Ветер с моря дул, ветер с моря дул. Нагонял беду, нагонял беду. Появилось окно в Европу, через которое по всей стране пошли гулять сквозняки. У любых позитивных сдвигов есть негативные последствия, которые не входят в планы реформаторов, увы. Изменив нравы общества, Петр Первый окончательно закрепостил крестьян. И раскрепостил, насколько позволяли, конечно же, нравы той эпохи, дворянок всех возрастов. Жители народившейся империи наконец узнали, что значит танцевать во время ассамблей с незамужней, хочу заметить, дочерью аристократа. Без гарантии летального исхода за такую дерзость. Но любая, пусть и незначительная эмансипация, позволяет сформировать рынок интимных услуг. Коим и стал Стольныйград-Петербург. Преобладание исключительно мужского контингента тому весьма способствовало. Петр Первый разврат пресекал, но в этом сказывалась не только забота о нравственности населения, но и практичный резон. Попытка сохранить трудовой и военный контингент в добром здравии. Проститутки, они ведь были источником сладострастия и сифилиса. Жрица любви могла принести вреда больше, чем вражеский брандскугель. С разносчицами заразы надо было что-то делать. Так появилась первая в России венерическая больница, сочетавшая функции диспансера и работного дома. Для крошечного Петербурга начала 18 века устья реки Фонтанки было задворками столицы, после которых хоть потоп. В прямом и переносном смысле, ибо во время наводнений, в первую очередь, страдали жители именно данных мест. Не было здесь ни тьмы лесов, ни топ и блат. С лесами вообще была проблема, они росли, но не в обилии. В основном тущие деревья да кустарники. Отсюда дефицит материалов для строительства. И строжайший запрет рубить березы на дрова. С болотами как бы все так, но находилось ведь тут финское поселение Кальюла. По сложившейся традиции название это приписывает сочетанию слов Кала, рыба и Калью, плешивый в значении лысое место. Русифицировав плеш и рыбу, получили Калинкину деревню. Здесь дадим слово Василию Майкову. Или Майкову. К мастеру иерокомической поэзии, процветавшей в эпоху Екатерины Второй. Где речка черная с фонтанкую свелисья, И устьем в устье невы реки влилисья. При устье сих рек на самом месте том, Где рос Калинов, лес, стоял огромный дом. По лесу он ему и дом именовался, А именно сей дом Калинкин назывался. В него-то были все распутные жены За сладострастие свое посажены. Там комнаты в себя искусство их вмещали. Единые из них Леон в нитки превращали, Другие кружева из ниток тех плели, Иные кошельки с перчатками вязли. Вязали в смысле. Трудились так у все дела к рукам приближе, И словом был экстракт тут целого Парижа. Там каждая была как ангел во плоти, За тем, что дом сей был всегда не заперти. Фантазия народная была весьма предсказуема. Не мудрено, что в тексте мы встречаем Очередную черную речку, Коих по всей стране, ну, наверное, с десяток. Понятно, что это бурлеск, Но местоположение заявленного КВД Определено довольно точно. Мы можем в этом убедиться, Если взглянем на карты того времени. Вопреки распространенному мнению, Ну, тому мнению, что изначально Предильный дом был именно Производственным помещением, А не исправительной тюрьмой, Где в первой половине 18 века 80 старух под управлением Компатриотки Рембрандта, Если верить Пыляеву, Ткали пряжу доброй и тонкостью, Не уступавшей голландской. Это выдержка из его цитаты. По соседству располагалась Шпалерная манифактура, Переехавшая затем к Литейному двору, Дав название, собственно, целой улице. Затем местность была занята солдатами. На карте 1838 года Значится Измайловский полковой двор. Измайловский полк простоял тут до 1743 года, Пока южнее для него не был оборудован Свой микрогород, Над которым вознес купола голубые, Купола собора, Разведенный по проекту Василия Стасова. Калинкинский предельный двор Мы можем наблюдать уже на карте 1753 года. Здесь ткали парусину, И вот сюда-то и стали направлять Представительниц непотребного И неистового женского пола. Майков не случайно пишет Про экстракт целого Парижа. Это и аллюзия на венерические болезни, Поскольку их тогда называли французскими. Причем не только сифилис И намек на иноземный состав ангелов во плоти. В Петербурге была хамовая улица, Где ткали этот самый голландский хам. Так тогда называли парусину. Потом улицу неблагозвучную. Сами же обитатели переименовали в маховую. Тем она и отличается от московской тезки, Ибо в первопрестольной Действительно на том месте торговали мхом. А петербургскими хамовниками Стал Калинкинский предельный дом С интернациональным составом работниц. Что было прямым следствием Не только прорубки окна в Европу, Но и завоевательной политики Петра Первого. Женское население присоединенных Остзейских земель С трудом могло натурализоваться. Хотя бы потому, Что вариантов трудоустройства До них существовало, скажем так, Не шибко много. Особенно учитывая языковой барьер. Впрочем, сложности найти себя В какой-либо профессии Наблюдались у всех. Представительность слабого пола, В тогдашней России. Поэтому некоторые иностранки Становились проститутками. А их предприимчивые соотечественницы Налаживали в новоявленной столице, Чтобы выдумали, Конечно же, прибыльный бизнес. Как раз в середине 18 века, Когда в устье Фонтанки Образовался экстракт целого Парижа, О-ля-ля, Елизавета Петровна, Петрова дочь, Озадачилась поимкой Одной иностранной гости, Которая заправляла В деле поставок изголодавшимся мужчинам Необходимых Радости Слейв-герлз. Для столь ответственного дела Она снарядила человека. Какого? Такого человека, Который заведовал при дворе Святая Святых Гардеробом императрицы. Как пишет в своей книге Исторические портреты Директор истории Российского института Ран Андрей Сахаров, Сотрудник кабинета Василий Иванович Демидов, Знакомая нам фамилия, Занимался преимущественно Личными финансово-хозяйственными делами Елизаветы Петровны. Через него Она давала распоряжение О шитье нарядов, О плате покупок И выдаче денег На другие нужды. Конец цитаты. Именно этот человек Занялся поимкой Анны Фелкнер, Прозванной Дрезденшей. И путем Интенсивного логического Анализа, Можно найти ответ, Почему она получила Такую кличку. Свидетельство об этой эпопее Можно найти В документе, Который называется Записки Михаила Васильевича Данилова Артиллерии майора, Написанной им В 1771 году. Данилов вошел в историю тем, Что вместе со своим коллегой Мартыновым Изобрел гаубицу Единорог, Названную так, Чтобы потрафить Своему непосредственному Начальнику. Генерал Фельдцейхместеру По-нашему говоря Начальнику артиллерии Петру Шувалову, Чей герб Украшал этот Фантастический зверь. Орудие оказалось Настоль удачным, Что было на вооружении Русской армии Почти сто лет. Записки являются Прекрасным образчиком Как эпистолярного Слога, Так и нравов Того времени. Ну, например, Одно из своих Любовных приключений Данилов начинает Со следующего Описания. Поблизости нашей квартиры В доме Строгановых Стоял профессор Астрономии Де Лиль Француз. У него был кучер Иноземец, Который свою квартиру Имел в нижнем Техпалат Этаже. Где профессор И жил. У кучера Была дочь, Девка лет О семнадцати Она была Средней красоты Так как Ее разум Но молодость Ее Сделала у меня Об ней Лишнее Внимание Какая Потрясающая Фразеология Предмет Внимания Артиллериста Весьма Характерен Дочь кучера По имени Шарлотта Ну, поскольку Это был Именно тот Социальный Пласт Где можно Было Нагрешить Без Последствий Для себя В процессе Общения Он Его слова Питался Страстным Зрением И любовными Разговорами С Шарлоттой При этом Молодой человек Прекрасно Отдавал себе Отчет Собственно О последствиях И, как он говорил Старался Препятствовать Сей страсти Представляя себе Ясно Следуемую Неблакопристойность Которая Потом Произойти Может Данилов Даже начал Писать Стихи Я холоден Как лед Но в пламени Горю Смеюся И грущу О том И говорю При этом Купеческая дочь Отнюдь Была не против Собственно Надвигавшейся Неблакопристойности Нарочно Прохаживаясь Мимо Окон Своего Вздыхателя И вот В этот момент Данилов Был вынужден Непосредственно Соприкоснуться С миром Продажной Любви В то самое время Как он пишет Дальше Как Шарлотта Зачинала Со мной Знакомиться В Петербурге Открылась Нечаянно Строгая Комиссия Комиссия Живучих Безбрачна Одна женщина Природы Из Дрездена Почему Называлась Она Дрезденша Наняла Себе Хороший Дом На Вознесенской Улице А для Скромности В переулке И набрав Услужение Приезжающим К ним Гостям Вместо Лакеев Множество Недурных И молодых Девиц Открыла Свой дом Для Увеселения Всех К ней Приезжавших Собиралось Туда Множество Холостых Мужчин В Каждую Ночь По Неже Собрание Она Называлась Вечеринки И приезжали К ней Незнакомые Обоего Пола Пары Для Удобного Между Собою Разговора И свидания Наедине Прям Сфингер Клуб Какой-то Дрезденша Выписала Издалека Одну Красавицу С таковым Обещанием Что Доставить Ей Место И чин Жить При Дворе А При Каком В договоре Не было Показано При Приезде Оная Красавица Увидела Что Она Обманута Принесла Жалобу К некоторым Женам Которые Стали За своими Мужьями Примечать Что Они Не В Обыкновенное Время Поздно Домой Являются И К ним Холодеют Возгорелась От жен К мужьям Своим Великая Ревность А Ревнивые Глаза Далее Видят Орлиных И То Видят Чего Видеть Не Могут Однако Потом Дознали И Причину И Добрались Верное До Чего Так Поздно Домой Ездит К ним Мужья Дошла Жалоба Осем Собрании Ко Двору И Представленная Выписанная Красавица Жалобой Что Она Обманута Дрезденши В доказательство Сего Была Учреждена Строгая Комиссия В Которой Президентом Кабинет Министр Демидов Он Инквизиция Дрезденшу Заарестовала Дрезденша В своем Допросе Оговаривала Всех Кого Только Знала Красавец Забрав У нее В доме Собитающих Заперли На Предельный Двор В Калинкиной Деревне Под Караул Комиссия Тем Еще Не Была Довольна Что Разорила Такое Веселение И Постригла Без Ножниц Много Красавиц Обыскала Она И Тех Красавиц Кои Издалека Выписаны Были И Жили Великолепных Хоромах Изобильно Вейпи Проститутки Которым Жертвоприношение Было Отовсюду Богатое Вынимала У многих Из домов С великую Строгостью Сей Неявленный Заповеданный И лесный Товар Через Полицейских Офицеров Забирала Также Жен От Мужей По Оговору Дрезденши Которые Езжали Профессора Астрономии Попова И Асессора Мануфактур Коллегии Ладыгина Обвенчала В соборной Церкви Се Произведение Привело Меня Ко Вниманию О Шарлотте Для того Ну помните Дочь Кучера Для того Что Которая В любовницах Хоть и кажется Приятно Но в женах Быть Не годится За низкостью Своего рода Наконец Оная Грозная Туча Комиссии Прошла И меня Миновала Стоявшие На карауле Оных Заключенных В Калинки На деревне Многие Офицеры Подвергнули Себя Несчастью Ах они Бедники Данный Отрывок Показывает Рвение Созданной Комиссии По искоренению Пороков Столицы И тут же Собственно Абсолютно Бесполезность Этой Затеи Поскольку Ну Вы же понимаете Охранники Проституток Причем Из офицеров Не устояли Перед соблазном И подвергнули Себя Несчастью Ай-яй-яй Дрезденшу Изловили На Восневском Острове Демидов Отчитался Что Она Его слова Сыскана И взята В крепость При ней Две девки Из которых Одна вынута Из сундука Чтобы Выудить Недостающую Информацию Пришлось Прибегнуть К допросу С пристрастием Что такое Допрос с пристрастием Это значит С батагами Когда Битье палками Не помогло Прибегли К кошкам Кошки Это Плети С девятью И более хвостами Заканчивавшимися Твердыми Наконечниками А иногда И крючами После этой Некуртуазной Обработки Анна Фелкнер Пишет Демидов Многие гнезда Непотребных Открыла Кое через Три ночи Но ныне Сысканно С водницей Блудниц Болееше Пятидесяти Человек В разных местах И дворах Трактирах В шкафах И под кроватями В шкафах В шкафах Их всех Свезли В Петропавловскую крепость Естественно Бывшей темницей Для Не только Пламенных Революционеров Но в то время Она была предназначена И для такого Контингента Только не была Предназначена Для такого Количества Заключенных Поэтому Допросы Приходилось Производить Вообще В сарае Поэтому Демидов Просил Императрицу Комиссию Производить В Калинкинском Каменном Доме Опять Наше Прекрасное Помещение Надо сказать Что условия Трудоустройства У Дрезденша Были не с худших Поскольку плату Она от клиентов Ну вот Свидетельства Того времени Она с теми девками Разделяла Пополам Забегая вперед Надо сказать Что некоторые Мадамы Второй половины 19 века Могли обставлять Дело так Что вообще Ничего не платить Своим подопечным Поэтому 50 на 50 В данном случае Это ну Вполне Прекрасный результат Контингент Ходивших Дрезденша Отличался Разнообразием От дворян И гвардейских Офицеров До портных И придворных Артистов Целый спектр Был Представлен товара Видать Была клиентура И повыше А наш Дрезденша Как гласит Документ того времени Признана была Князю Борису Васильевичу Голицыну Который просил Чтобы хорошую Девочку Для блуда К нему сыскать Почему и приведена Ей была девка Анна Елизабет Которая им Неведомо Чего ради Не принята А та девка Где ныне живет Не знает Василий Иванович Демидов Вошел в историю Как искоренитель Проституции В Петербурге И блюстители Нравственности Лилия Символ чистоты Не случайно Украсила его герб Но все его усилия Как мы понимаем В этом направлении Были Что слону Дробина Калинкинская больница Есть В одном из моих Любимых Стихотворений Саша Черного Оно называется Городская сказка Позвольте мне Его зачитать Профиль Тоньшей Камеи Глаза Как спелые Сливы Шея белее Лилей И стан Как у леди Годивы Деву С душой Бездонной Как первая Скрипка Оркестра Недаром Прозвали Мадонной Медички Шестого Семестра Пришел К Мадонне Филолог Фадей Семенович Смяткин Рассказ Мой будет Недолг Филолог Влюбился По пятке Влюбился Жестоко И сразу В глаза Ее губы И уши Цедил За фразу И фразу Томился Как рыба На суше Хотелось Быть ее Чашкой Братом Ее Или Теткой Ее Эмалевой Чашкой И даже Зубной Ее Щеткой Устали Варвара Петровна Ах Как Дрожат Ваши Ручки Шепнул Филолог Любовно А в сердце Впились Колючки Устала Вскрывала Студента Труп был Жирный Дряблый Холод Сталь Инструмента Руки Конечно Озябли Потом У Калинкина Моста Смотрела Своих Венеричек Устала Их было Доста Что с вами Вы ищете Спичек Спички Лежат На окошке Ну вот Вернулась Обратно Вынула Пучки У кошки И зашил Ее Аккуратно Затем Мне с подругой Достались Препараты Гнилой Пуповины Потом Был скучный Анализ Выделения В моче Мочевины Ах Я прошу Извинения Я роль Хозяйки Забыла Коллега Возьмите Варенье Сама Сегодня Варила Фадей Семенович Смяткин Сказал Безвычное Спасибо А в горле Кон Кисло-сладкий Бился Как в неводе Рыба Не хотелось Быть ее Чашкой Не братом Ее Не теткой Не ее Эмалевой Пряжкой Не зубной Ее Щеткой Ну Собственно Как вы видите И Калинкина Больница И Венерички Все здесь Присутствует Тем временем Если вы хотите Не только Услышать Подобные Истории Но и Прогуляться Под подобные Истории Со специальной Аудиосистемой Которая есть У гида Павла То я Хочу вас Пригласить Соответственно 23 марта Здесь у нас Петербурге Будет Открытие сезона Это моя традиционная Экскурсия Убить царя Петербург Народной воли От Малой Садовой До Спаса на крови Следующая Экскурсия В Петербурге Состоится Только 6 апреля Она будет Посвящена Гостинице Большая Северная Она так называлась Нынешняя Октябрьская Про взрыв Который был устроен Покатиловым Это СССР Готовивший Член боевой организации Готовивший Покушение на Министра Внутреннего дела Вячеслава Константиновича Плеве Про Конспиративную Квартиру Народовольцев Морозова Его супруги Про историю Непосредственно Железнодорожного Вокзала Про церковь Которая там Стояла На месте метро Про Вы не поверите Дзержинского На облучке Да-да-да Была и такая Цитатка Из письма Из одного письма Крупской В общем Масса всего подобного В Москве 30 марта Пройдет лекция Питер против Москвы Конституальное Противостояние 31 марта На следующий день В 12.30 Будет экскурсия Отчасти посвященная Реконструкции Сталинской Москвы Окроп храма Христа Спасителя Расскажу про Перестеленную тюрьму Которая стояла На месте Гомоимени Пушкина Ну и Соответственно Пройдемся по Волхонке А после этого Прогулка по Остоженке По Золотой миле Москвы Как ее иногда называют Там Тоже И революционные события Поскольку там был Штаб Московского Укруга И Есенинская Несчастная судьба И Муму Тургенева И Переулочек Переул Ахматова В общем масса всего А 7 апреля У нас будет Две экскурсии в Москве Это Поварская Водил много раз Там Масса всего И про террориста Красина И про захват Особняков Анархистами И про Михалкова И В общем Про Бунина Про Михалкова Папа Я имею ввиду А затем В этот же день В По-моему 17.00 Ну проверите Будет премьерная Экскурсия Она будет посвящена Во-первых Шаляпину И его особняку Расскажу про его судьбу И как его Уплотняли А потом Мы пройдемся Ну то есть Там и на Кудринской Массе всего Там же церковь стояла Петр Ильич Яковский И его квартир-музей А самое главное Мы закончим Там где раньше Находилась Женская каторжная тюрьма И оттуда В свое время Сбежали Политические Заключенные Женского пола Среди них Наталья Климова Известная Максималистка Участвовавшая В покушении На Петра Аркадьевича Столыпина И приговоренная К смертной казни Я об этом Еще даже Угублен не рассказывал Помогал Этому побегу Будущий поэт Маяковский Который Располагался На колокольне Церкви Рядом стоящей В общем Вот этому всему Это будет посвящена Экскурсия Ссылки на все встречи Есть в моей группе Ссылка на группу Есть в описании Под этим выпуском Идет набор Экскурсионных групп В Париж и Берлин На конец года 13 апреля Будет концерт Остров социального Ансамбля ОСА В клубе Слон до неба В Петербурге Вся информация В описании Под этим видео Оставляйте комментарии Увидимся Пока